Безвизовая возможность поехать в Корею на сегодняшний день сказалось как мина замедленного действия. То есть в 2014 году она была заложена, люди стали постепенно ездить, а так ездили, вот скажем, ведь многие ездили на медицинский чекап, medical check-up, и они получали там приглашение с клиники, все это, так сказать, и работало. Но именно тогда начинается ухудшение экономической ситуации. В общем-то весь СНГ большой, и Россия, и Казахстан, и другие страны, они вошли в рецессию глубокую, поэтому оказались меньше зарплаты. Но мы помним падение такое стремительное нашей национальной валюты тенге по отношению к доллару. Спад там, скажем, в буме строительном, то есть оказалось меньше рабочих мест. А у людей желание заработать быстрые и хорошие деньги, это было в общем-то всегда, даже в самые коммунистические советские времена. Люди всегда хотели заработать деньги. Ну и плюс другие там факторы. Просто комфортно жить, просто посмотреть мир, просто учиться в другой стране, просто поправить свое здоровье. Масса-масса причин, по которым граждане Казахстана выталкивались, в принципе, из страны. Это общепринятый, так сказать, тоже термин, вернее, это теория о том, чтобы состоялась миграция международная. Нужно, чтобы из страны действовали эти выталкивающие силы или pull and push factors, то есть те, которые выталкивались. А Южная Корея должна была привлечь, притянуть. Почему Южная Корея притянула, вот казахстанцев стала популярной, да, желанной страной для трудовой миграции, ну и для вот других целей. Ну, потому что эта страна все-таки практически входящая в десятку самых развитых стран мира, да, все прекрасно знают. Потом, она благополучная страна, она очень стабильная, несмотря на то, что там были алармистские, значит, там возгласы о том, что вот завтра война или северо-юг встали на тропу войны и прочее. На самом деле, я проживая постоянно там, значит, четыре года, ни разу не ощутил никакой ни паники, ни вот вокруг себя и не сам лично, что вот, значит, начнется новая война, да. Я думаю, что стало очень удобно также, потому что летают самолеты практически каждый день. И, значит, это Иерастана, и Осиана, и так далее. И географическая отдаленность, она тоже оптимальна. В общем-то, сказывается все, почему вот этот безъездовый резерв стал так активно работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok